привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня как я вам и обещал в прошлом выпуске я вам буду рассказывать о панама сити как вы знаете яхтинг это возможность увидеть мир увидеть разные уголки нашей планеты и это не обязательно связано с перемещением по воде и так как я вам и обещал мы едем в панама сити и я вам покажу как устроена жизнь в этом большом городе если вы думаете что этот город маленький вы ошибаетесь потому что вообще в панаме живет около четыре с половиной миллиона населения из которых больше двух миллионов живет в панама сити то есть это большой мегаполис и кстати говоря очень важный момент панама это единственная страна со всей центральной и южной америки которая по своему доходу находится немного выше среднего в мире то есть экономически эта страна развита очень сильно ну что готовы погнали но перед тем как мы продолжим у меня есть для вас небольшая информация и так мы начинаем уже плавно наше движение в сторону тихого океана но здесь в панаме у нас будет еще один выход еще один переход по программе обучения и так мы будем идти с вами в сан блас акватория достаточно сложная то есть после этой акватории переходы в средиземке будут для вас достаточно простыми поэтому если кто хочет знаний в декабре месяце мы объявляем курс всего три человека на лодку и основная акватория нашего нахождения будет сан блас или куна яла а для тех людей у кого стоит вопрос что же делать дальше куда возможно вложить свои деньги или если у вас есть лодка что же делать с вашим транспортом есть такая возможность можно зарабатывать собственно на яхтинге либо же использовать свою яхту на благие цели об этом вам сейчас расскажет саныч тебе друже слово а после этого мы едем в панама сити привет всем наша компания предлагает умное владение яхтами это стандартный чартер менеджмент но мы называем его именно умным владением чтобы донести смысл главный смысл того что вы можете получить например если вы уже владеете яхты то это предложение в первую очередь для вас потому что вам именно сейчас нужно решить что вы будете делать со своей лодкой если вы уже потратили много денег и не знаете как быть дальше мы вам можем в этом помочь умное управление яхты чартер менеджмент это то что может вам подойти во вторых если вы хотите купить яхту но боитесь макнуться в эти нескончаемые расходы проблемы связанные с содержанием яхты связанные с ее ремонтом с тем в каком море и в каком океане вообще ее хранить легче и выгоднее где легче ходить удобнее так далее вы можете купить себе яхту а мы поможем вам решить все эти сложности это сильно облегчает владение яхты поэтому также вы сможете пользоваться вашей яхты в течение нескольких дней недель в году это может быть две недели или может быть пять недель шесть недель в зависимости от договоренности также вы можете купить яхту самостоятельно из того что вам нравится в этом случае пожалуйста свяжитесь с нами чтобы мы подтвердили, что яхта подходит нам для чартерной деятельности. Либо вы можете попросить нас, и мы подберем для вас подходящую, максимально оптимальную для вас яхту. У нас есть хорошие связи со всеми шип-ярдами, и мы сможем сделать вам хорошее предложение и заняться полностью всеми действиями от покупки яхты до ее оформления, перегона и использования. Таким образом, становясь владельцем яхты, вы не только не несете никаких расходов, проблем по содержанию, по эксплуатации, а вы также получаете еще и прибыль. Например, мы сейчас находимся на яхте Benitu Ocean 46.1, это как у Сережи, только модель на одну ступеньку новее. По ней прибыльность составляет примерно 10-11% при использовании только в летний сезон и порядка 13-14% при круглогодичном использовании. Это хорошие цифры за то, что вы владеете яхтой, не имеете никаких проблем, имеете профессиональную команду, которая ее обслуживает, но и наслаждаетесь всем миром яхтинга на всех наших базах. Например, летом мы работаем на Ибице, зимой на Танариф, а также у нас открылась новая база в Греции на Левкасе, на острове Левкас. Поэтому вы можете выбирать разные зоны для яхтинга, можете владеть яхтой в нашей компании и получать одно удовольствие, никаких проблем. Всем привет! Так, мы сейчас едем в Панама-Сити. У нас планируется небольшая тусня на сегодняшний вечер. Оля, туристы! Как дела? Вот, у нас пауэрбанк, мы готовы. Кляча остывает. Обгоняем этого синенького. Да, синенький. Припарковался. Ты что себе задумал? Бип-бип, ёпта! Мы бы постановились кепенька попить. Тут вот так вот есть. Все происходит на улице. Базу, байла, байла. Базу, байля. Бла, байла, байла. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну что вы готовы так вот написано так вот не написано это сладкое мне кажется что должно быть с курочкой да должно но она сказала что это дулься ну что ты как всегда не довольна да я возьму тоже супер аккуратно потому что там картон он я одну возьму тоже давай вот и что это ты испортишь красят что дина будет у тебя арта просто завались такие высокие здания в панама сити это просто жилые дома а Субтитры делал DimaTorzok 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 Кровать прикольная Рабочий кабинет И вот такой вот вид на соседнее здание Балкончики у кого-то Стоимость отеля этого на один день 100 баксов Байлами cuts Байлами I Байлами 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 у нас уже утро и мы пришли на завтрак как вы понимаете вечер панама сити был веселый вот человек который не пил вчера а вот человек который пил вчера доброе утро саша которого мы потеряли но уже сегодня так так сейчас вам покажу что у нас здесь происходит вот что же это такое не принесли что это у тебя на пи маракуёвый ругается это мое утреннее панамское пиво бренда по хмелье ну у меня вот это тоже вкусно медиум рэй и ну мы потеряли она со стервенением чешет пузико телефону какая-то вкусная штука наша у тебя тут что все невкусно ты всем недоволен мне тоже не нравится так мы сейчас находимся этот район называется costa del este посмотрите какие здесь дома большие это новый район и это не то чтобы там прямо спальный район но это тут такой жилой район новый со всей инфраструктурой очень прикольный торговые сети прикол панамы в том что здесь совершенно нету никаких парков здесь вот все такое по делу есть дорожки есть дорожки для велосипедов дорожки для самокатов но в принципе вот так чтобы прийти погулять ну наверно там ботанический сад какой-то можно зайти а так в принципе все но торговые сети здесь ну как обычно большие супермаркеты он кстати строится там дом вдалеке прокатные самокаты круто по нам а сити это постоянные пробки тут конечно с трафиком полная жопа причем есть дороги которые нормально проездные но основные дороги это вот вот такое вот и стоишь тут полчаса наверное если не больше девочек высадили теперь начинается настоящая мужская тусня аэропорта потому что у нас в машине закончились колодки и сейчас наша задача сделать так чтобы ой какой страх тут происходит нам должна быть заменена нового боливара интересно будет слышно на камеру вот этот звук вот это короче так сейчас работает тормоза там уже давно нет самих пэтс накладок остались только металлической части сейчас мы тормозим металл по металлу крутая отвратительные дела ты делаешь вообще мне так не нравится этот звук просто но причем так еще можно довольно долго тормозить но проблема в том что у нас уже девочки не хотят с нами ездить как разом тебя то есть знаешь на камеру ленты конечно каждое касание тормоза это прям вот и как нибудь чать чуть будем дальше ехать ты просто нажми на тормоз и ты поймешь и вы все поймёте этот 6 титу каждый раз тормозит аж все вжимается ну наконец-то выехали уже на сам аутописка вот это вот никуда вот южный магистраль вот коридор нос это северный а вот это это вдоль моря вдоль океана дорога проезжать сбор денег и я думаю что здесь пробок у нас уже не будет практически 2 работа есть на это шанс ну и вот такая вот тут архитектура красивая тут на самом деле прикольно причем тот район когда мы сейчас едем тут направление аэропорта это прям новый район с широкими проспектами достаточно такими зеленый с видом на океан новые здания инфраструктура все есть торговый молл большой все 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 там есть видно что он такой что это район новый район такой достаточно состоять что автомобили дорогие тут в целом панаме машины довольно дешевый в основном здесь же вышли здесь же все таки машинами пользуются еще очень интелитарная да да это чисто средства передвижения не поводу прийти так не мне даже и близко это в странах не очень развитых там машина это элемент статуса а в панаме это просто какая-то кляча которая тебя возит и в принципе так работает вот мы сейчас будем проезжать автоматическую систему оплаты через наклейку я рассказывал по нападу идем но причем короче тут смысла какой тут нельзя сильно быстро ехать иначе она не успевает сочетать и тогда ты находишься рида раньше находится и тебе приходится первых оттормаживаться авторы потолки жопа издавать что он номера читал а вот кстати вот здесь вот океан здесь все вот видите вот я не знаю будет наверно видно волны которые вдалеке идут это просто мель потому что сейчас это у нас полный отлив и здесь высокие отливы до метров 5-6 и вот это вот все сейчас заливается водой полностью и мост находится практически на уровне воды вот это вот там где барашки на волнах видно это как раз вот то что мелко и ближе сюда это уже просто дно видно дно дна причем слушай смех смехом а реально ведь настолько отошло то есть это не вода это по сути это грязь да 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 у тебя насколько оно дошло метров 300 до больше а здесь больше есть очень далеко отходит тут километр может отходить даже местные говорили что здесь транспорт дорогой что и машины здесь дорогие и моцикла дорогие единственное я не уточнил сравнение с чем если с американскими ценами то наверно если с европейским может любого здесь дешевле есть например и бензин же сильно дешевле чем европе руки сколько 2 евро есть 10 сколько 5 даже 10 что такое было надо по баксам когда заезжаешь на заправку а там магазин все по баксу бензина пожалуйста 50 раз вот мы сейчас подъезжаем к аэропорту здесь такая красивая дорожка все такое зеленая для чашутка орет тормозами просит пристрели меня домой просится в сервис вот эти огни они очень ярко дают когда ехал вечером терминал они слепят просто когда вот же получается сам садится самолет идет вот туда его дальше начинается вот там это полоса да 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 вот одна вот это вторая там ну то есть нигде не говорят вообще не на место 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 и так ранее тут надо именно это самое да понял он секс сэвенс эйц короче вот тут вот наши ключи следующий вот это вот нет я хочу играть и большую большую хочешь вот такой пикап прикольно а ну да кстати за одну панели забрать так ну что мы приехали вот это умиральная яма для автомобилей секс идем ругаться и менять вот была наша кляча старая некрасивая а стала шикарная отличная машина была плохая злая машина дохлая стала живая хорошая серая раке окей готов окей пульс тебе твоя карате я по сравнению с прошлой карате и новая вот этот побег всего 60 тысяч 65 всего 65 на интересно как ты думаешь это сможет усилить 2000 километров то вот не смогла не справилась задачи не справился нет умерла меньше чем за 2000 км слабая слабое животное но это кстати такая же кляча но слушай совершенно но совершенно другие ощущения то есть у нее как-то ощущение что она какая-то менее это самое менее уставшие что такое что я тату забирал то это самое то у меня прям сразу было ощущение когда проверьте а блять мы же не можем проверять с картины нельзя один из делает карта карта яйца яйца буду как пэра как пэра как так давай хвали 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 как обычно ты это делаешь молодец вот короче вот такая у меня теперь новая шляпа и на хвали еще песни пей хвалебные а ты вообще руку целуй короче все я в красивой шапке которую мы здесь купили настоящая между прочим панамская панама панамская панама мы едем домой в пуэрто линдо иночка скажи пожалуйста ты знаешь что ты стала официальным артистом вот этих эко подов уже официальных ты уже идешь вешать свои картины в это прекрасное сооружение ты знаешь об этом я не знаю я делал все а ты точу а ты неси короче у нас вот увидите этот под это это launch сегодня будет этого прекрасного эко пода первое открытие будет панама сити а завтра будет здесь и в нем будут висеть эти картины дины и я вам больше скажу что эти картины будут во всех домах если люди этого захотят во всяком случае в официальном в всяком случае в предложении от ocean builders это будет ты довольна а а Письма? Посмотрим! Но мы легко можем оставить это. Эта штука должна быть широкая. Или длиннее, да. Видите, как свет смотрит? Да, это красиво. И теперь я вижу, что ты говорила. Да, я вижу! Да, это красиво! Да, это красиво! Это красиво! Да, это красиво! Да, это красиво! Продолжение следует... Ну что, друзья, совершенно не яхтенный ролик подошел к концу. Мы вам показали, как мы проводим время, когда у нас есть желание, возможность. И мы готовы потратить 3 часа или даже 5 своего времени на то, чтобы доехать в Панама-Сити. Потому что именно в этом городе происходит вся социальная жизнь. А не вот эта деревня, в которой мы находимся. Здесь, конечно, есть свои плюсы. Но если вы хотите там йо-хо-хо или что-нибудь такого, повеселее, вкусной еды, хороших напитков, то, конечно, вам нужно будет попасть в Панама-Сити, как это сделали мы. Вот такой вот формат видео появился. Инстаграм, Телеграм, все ссылочки в описании. Подписывайтесь, у меня для вас там много всякого контента. Не забываем подписываться на наш Ютуб, проверяем подписку, колокольчик. И до встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok